Служба новостей телеканала «Актиз» начинает работу в эфире в студии Наталья Зарубина. Здравствуйте. Главные темы дня. Одна из девушек сообщила в полицию о том, что ее удерживают в Костом Притоне. Значит, Притон находится на улице, находился на улице Крупской. Злачное место стражи порядка закрыли игровой салон, предлагавший вдобавок интимные услуги. У нас сутки есть свет? Двое нету. Сутки есть? Двое нету. А то дадут на 2-3 часа? Опять нету. Только ветер дунул? Опять нету. Мы, значит, решили позвонить в электросети. Электрикам позвонили, они начали над нами смеяться. Зачем вы нам звоните? Без воды и электричества в таких условиях живут в Новоодинске. Кто поможет поселку? Долги эти есть. И сказать, что они надуманы, наверное, будет не совсем правильно, потому что они определены на основании показаний прибора учетных. Неурожайный год. Из-за споров с энергетиками гибнут посадки в СНТ Тополек. Что скрывают кафе в спальных районах города? В одном из частных домов микрорайона Байкальск сотрудники Следственного комитета обнаружили притон и игровой салон, который маскировался под стриптиз-клуб. Кто и как там работал, расскажет Яна Попова. Следователи описывают оборудование, которое подлежит изъятию. Это 31 игровой автомат, два покерных стола, десяток мобильных телефонов, а также паспорта. Прямо напротив салона пилон для стриптиза, что называется полный сервис. На втором этаже несколько комнат. Именно здесь и работали дамы древнейшей профессии. Выезд осуществился в связи с тем, что одна из девушек сообщила в полицию о том, что ее удерживают в Костом Притоне. Значит, притон находится на улице, находился на улице Крупской. В Притоне работали пять девушек, одной из них 17. В родном Иркутске несовершеннолетняя в розыске. О том, что внучка находится в Ангарске, бабушка узнала по СМС и забила тревогу. В настоящее время проводится проверка. По всем фактам незаконной деятельности будет принято соответствующее правовое решение. Безусловно, по всем фактам, в том числе по факту удержания девушки несовершеннолетней в указанном помещении, будут приняты соответствующие правовые решения. Хозяину дома и стриптиз клуба за организацию частного притона для занятия проституцией и игрового салона в совокупности грозит до 11 лет лишения свободы. А вот за незаконное удержание заведомо несовершеннолетнего от трех до пяти. После сбора улик и доказательств по делу документы будут переданы в суд уголовной инстанции. Яна Попова, Алексей Кусюмов, Местное время. В условиях Дикого Запада. Так говорят про свое небольшое село жители Новоодинска. Населенный пункт находится недалеко от Саватеевки. Однако с благами цивилизации не все в порядке. Уже в течение нескольких месяцев есть перебои с водой и светом. Отсутствует асфальтированная дорога, не убирается мусор. Кто виноват во всех бедах, узнавала Яна Попова. Маленькое село Новоодинск состоит всего из 23 домов. Здесь прописаны 123 человека. Удаленность от ближайшего населенного пункта Саватеевки составляет всего 7 километров, а до Ангарска – 31. Однако люди здесь живут как в каменном веке, без воды, света и других благ цивилизации. Я вот здесь 40 лет живу. Колодец. Вода чистейшая была. Дамбу разгородили. У нас дамба была. Вода ушла. Ягода кругом была. Сейчас ни ягоды, ни воды не стало. Никому не надо. Село это строилось временно. Раньше, много лет назад, здесь располагался Шаманский леспромхоз. Затем поселок приняла на баланс администрации Ангарского района. Жители получили постоянную прописку. Сейчас Новоодинск входит в состав городского округа. Недавно в поселке начались ремонтные работы по замене опор, питающих трансформаторную подстанцию. Столбы были аварийными. И вот уже не первый месяц жители без света. А в 21 веке вся бытовая техника, в том числе и мобильные телефоны, пока единственная связь на селе, работают от электричества. А вот этот раз последний, почему вам позвонили, у нас сутки есть свет, двое нету. Сутки есть, двое нету. А то дадут на 2-3 часа, опять нету. Только ветер дунул, опять нету. Мы, значит, решили позвонить в электросети. Электрикам позвонили, они начали над нами смеяться. Зачем вы нам звоните? Татьяне еще повезло. У нее есть морозилка, которую она закутывает в одеяло. Так еда хранится дольше. А вот другим приходится, как в древние времена, закапывать пакеты с едой в землю, чтобы не пропали. Вот продукты киснут, молоко все прокисает. Мясо все у нас прокисает. В фельдшерском пункте пропадают жизненно важные лекарства. Из-за перепадов напряжения вода в водонапорной башне бежит струйкой, от чего погибает урожай. Чтобы сохранить влагу, грядки закрывают скошенной травой. Из города возят воду дорогую – 76 копеек за литр. Скважин и колодцев на Володинске нет. Но и это не все проблемы. На все село нет ни одной детской площадки, месяцами не вывозится мусор, нет уличного освещения. Мы обратились в администрацию АГО по поводу забытого поселка. Там было принято решение организовать встречу с населением. Если взять тот же мусор, те же свалки, ни у одного жителя в поселке не заключен договор на вывоз мусора. За бесплатно сегодня никто не возит. То же самое по воде. Воды нет. Организовали подвоз воды специализированной организацией «Водоканал». Вода приходит обработанная, хорошая. Цены за воду за литр ниже, чем в городе. Но люди не хотят пользоваться. Вся вот эта сеть, она предложит ангарским электрическим сетям. И вопрос обслуживания, ремонта – это вопрос ангарских электрических сетей. Мы знаем, в каком состоянии сейчас находится предприятие, к сожалению. Мы и так делаем все возможное. Замоедействуем, помогаем, если нужно. Сейчас освещение сделаем здесь. Здесь никогда не было наружного освещения. Я уже сказал, что в течение одного-двух месяцев здесь будет оборудовано 13-15 тысяч. Сотрудники обл. коммунэнерго работы ведут ежедневно. Пока не отремонтируют всю линию, начиная от малышовки, отключения периодически будут. Что касается остальных проблем, то договоры на подвоз воды заключили пока только 11 подворий. Подъездной дорогой к селу уже начали заниматься. В скором времени сюда отправят грейдеры для отсыпки дороги. С детской площадки тоже пообещали разобраться за счет сэкономленных в бюджете средств. А вот с вывоза мусора и уборкой снега зимой проблемы острее. Здесь нужно единое решение всех жителей. Яна Попова, Алексей Кусюмов. Местное время. Праздничным богослужением и крестным ходом к памятнику святым Петру и Февронии откроется череда мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности в Ангарске. Как в округе будет отмечаться эта дата, обсудили накануне на оргкомитете в администрации. Большое торжество пройдет на площади Ленина 8 июля с 17 до 19 часов. Праздничные мероприятия будут проходить на всей территории. Это и поселок Мегет, и Одинск, Саватеевка и, конечно, город Ангарск. Начнем мы мероприятие с танцевальной тематической площадки в парке строителей 7 числа. Уже у нас стартовал конкурс рисунков в дошкольных учреждениях «Моя любимая семья». Его итоги мы подводим 4 июля. Во время массовых мероприятий в радиусе 100 метров от места проведения будет запрещена продажа алкогольной продукции. Ангарское управление Пенсионного фонда России начало прием заявлений для получения части средств материнского капитала. Чтобы оформить единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей, нужно написать заявление. Сделать это можно не позднее 30 ноября 2016 года. Заявление подается в территориальный орган. Можно также подать и через МФЦ. В заявлении заявитель, когда обращается, указывается информация, документ с указанием реквизитов счета заявителя и реквизитов банка. Также представляется документ, удостоверяющий личность заявителя. Хотелось бы отметить, что заявление можно подать также и через личный кабинет гражданина, через сайт ПФР. В этом случае заявителю дополнительно приходить в клиентскую службу в Пенсионный фонд не требуется. Если остаток на счету составляет меньше 25 тысяч рублей, эти деньги также можно обналичить. Сегодня в зале заседания администрации Ангарского городского округа проходило заседание Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории АГО. В повестке значились 8 вопросов. Это соблюдение правил пожарной безопасности в магазинах и рынках, демонтаж нестационарных торговых объектов, разработка схемы мелкорозничной торговли и другое. Специалисты Управления Федеральной миграционной службы рассказали об итогах работы за прошедшие полгода. В первом полугодии также проводилось оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Рынок». Всего в ходе проверочных мероприятий выявлено на территории, прилегающей к рынкам, магазинам и торговым площадям 39 административных правонарушений. Миграционное законодательство Российской Федерации. Заслушали также доклад заместителя начальника отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского рынка области. Она отметила, что выявлять случаи продажи суррогатов в последнее время помогает горячая линия. Телефон, по которому можно сообщить о подозрительном товаре 8 39 52 34 25 48. Засохнуть без воды рискует садоводство «Тополек», в котором более 300 участков. Члены СНТ не могут договориться с «Иркутской энерго». Представители организации уверяют, что дачники задолжали им более 600 тысяч рублей. В запутанной истории разбирались наши корреспонденты. Не могу, потому что люди действительно верят, а мы эту надежду, веру убиваем у людей. Так нельзя. Люди действительно имеют на это право. Почему у них отнимают это право? Со слез начинается почти каждое собрание членов садоводства «Тополек», потому что Иркутская энергосбытовая компания выставила дачникам счет, в котором значится огромный долг. Мне преподносят долги 646 без копеечек, тысяч платить. Но ведь все вы знаете, что вы каждый сами за себя платите. Я плачу только по водокачку. Это у меня подтверждено конкретно квитанциями платежными. Естественно, не на словах. Вот за май месяц, смотрите. 7 тысяч ровно. Да, 7 тысяч ровно, да. Вот 7 тысяч за май месяц оплачены за водокачку. Так. Какое имели право они отключить воду? Я ответственная за общий прибор учета. Коль я ответственная за прибор учета, никто не имел права подключать нежеланных, так сказать, потребителей. Так, это одно. И самое главное, прибор учета, они не имеют права снимать без моего присутствия. Никто. Но ведь они игнорируют упорно, они не хотят снимать в моем присутствии. Многие садоводы здесь пожилые и на своей даче живут. У бабушек при виде того, как погибает урожай, скачет давление. Предложили им, идемте сейчас, мы снимем. Адушинова, Тополек 2 и показания с Тополька. Они сказали, мы забыли ключи, мы не взяли с собой. Они нас туда и просто не допустили. Я вам скажу так, что слухи по городу давно уже ходят, да. То есть три общества в нашем ангарском округе прессуют. То есть наше общество, там родник или еще какое-то, ну, короче, два. Построительство коттеджей. Но это, я сразу скажу, что не получится. То есть не то время. Сейчас условия кризиса, да, импортозамещение, как президент, да, говорит, нужно делать. Кто импортозамещение делает? Те же дачники-садоводы. Что им нужно? Им нужна дорога нормальная, чтобы приехать туда на дачу. И электроэнергия. Нас это отбирают. Всего в Топольке 321 участок. 51 из них не пользуются электроэнергией. 30 имеют собственный лицевой счет на оплату. И еще 16 грубых нарушителей и неплательщиков, из-за которых действительно есть долги. Этого не отрицает и председатель. Но сумма не 600 тысяч, а не более 30. Осложняет проблему то, что из-за долгов отключили и водокачку. И это в период особого противопожарного режима. Что касается довоз, они должны быть обеспечены водоснабжением в любое время года. И для этого садоводы, сами члены, совместные председатели должны принимать меры. Для того, чтобы у них было обеспечено водоснабжение митерных садоводцев. Для этого в зимнее время и в летнее необходимо как вариант или емкости закапывать землю, утеплять. Или делать скважину специальную, чтобы насос тут заставить, чтобы можно так же утеплять. И в любое время года можно было забрать из данного водоисточника воду для цели пожаротушения. Садоводы платят за свет на прямую взбытовую кампанию. Однако Иркутск Энергосбыт подал иск в арбитражный суд на товарищество с трактовкой сбор и удержание денежных средств. 47 возмущенных дачников отправились к директору Иркутска Энергосбыта, но к общему мнению не пришли. Долги эти есть и сказать, что они надуманы, наверное, будет не совсем правильно, потому что они определены на основании показаний прибора учета. У нас существует прибор на все садоводство, есть приборы у каждого жителя. И мы объем потребления садоводства определяем как разницу между общим прибором учета и приборами и показаниями по приборам учета, установленным у жителей. В этот объем попадают и потери в электрических сетях, которые там не в самом лучшем состоянии находятся, техническом. И вот эти небалансы, связанные с несвоевременностью снятия и предоставления показаний, и водокачка. Садоводы намерены подать в суд на энергосбытовую кампанию. Они уверены, что показания с общих приборов учета сотрудники организации снимают неправильно, а лишив людей благ цивилизации, нарушают областные и федеральные законы. Но пока идут тяжбы, урожай сохнет на корню. Яна Попова, Алексей Кусюмов, Дмитрий Новопашин. Местное время. Чем занять ребенка, который проводит каникулы в Ангарске? Самый простой выход – отправиться в городские парки, где можно найти много полезных занятий. В летние месяцы количество отдыхающих в городских парках увеличивается в разы. В тени деревьев можно посидеть с друзьями или почитать любимую книгу. А фонтаны притягивают толпы детворы. В некоторых ангарских скверах оборудованы роликовые трассы. Ежедневно здесь собираются любители активного отдыха. Эта площадка бесплатная. Там у фонтана хорошо посидеть. Детям есть покататься на роликах. Все это прекрасно. Пришла с внуком. Нравится здесь все. Чисто, хорошо и много аттракционов для детей всяких. Быстрые карусели, игровые городки или платные аттракционы. В городских парках каждый может найти занятия по душе и по карману. Главное во время отдыха не пренебрегать правилами безопасности. Ведь даже на такой, казалось бы, безобидной забаве, как батут, ребенок может получить травму. Поэтому за соблюдением порядка здесь строго следят операторы. Забираться строго посередине, по лестнице, скатываться по горке по одному. Не загораживать обзор оператору. Ну, пить, есть, ну, спускаться с батута, чтобы попить. Все колющие, там, заколки, цепочки перед входом снимать. Сезон работы аттракционов в парках будет открыт до 10 сентября. Порезвиться на батуте, сетке или прыгнуть в воздушную подушку успеют все желающие. Ну, а городские скверы с бесплатными, но очень востребованными развлечениями открыты круглый год. Наталья Зарубин, Алексей Кусюмов. Местное время. Отдых в черте города порой преподносит приятные сюрпризы. Вот такое видео в нашу рубрику «Мобильный репортер» прислал пользователь, отдыхавший в помере Кикитой за парком ДК «Современник». В дупле одного из деревьев он обнаружил птенца дятла. Детеныш громко кричал, чем и привлек внимание. Нужно отметить, что эти птицы стараются гнездиться в экологически благоприятных и безопасных районах. А значит, наш город еще подходит под эти параметры. Стать авторами сюжетов программы «Местное время» можете и вы. Присылайте видео на сайт actis.tv.ru в рубрику «Мобильный репортер». Делайте новости вместе с нами. На этом наша программа подходит к концу. Всего вам доброго и до встречи.